Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем сегодня. Татарский язык. Документ получен, решение оглашено. Добровольно, на основе письменного согласия родителей, законных представителей и учащихся, в пределах до двух часов в неделю. Остались ли довольны депутаты? Выслушал Дмитрий Ириньев. Директор школы против прокуратуры. Написано, что была проверка, проверки у нас не было. Почему вопросы учебных планов дошли до суда, Елена Зинатулина? Предел очистных сооружений в Ореховке настал. Там через эти трубы люди как будут ходить, оно просто выше колодцем польется на грунт, через грунт польется в озеро. Как теперь будут уходить соки из пяти поселков, знают Альбина Менебаева. Лакомый кусок земли стал предметом судебного разбирательства. Пусть отдадут нам то, что положено. Как жители Пестричинского района борются за свои сотки. Анна Городнова. Татарский язык в школах республики будет преподаваться как государственный, но на добровольной основе. Сегодня госсовет рассмотрел языковой вопрос в окончательном варианте. Что прозвучало в заключительных докладах Фаррида Мухамедшина и Ильдусу Нафикова. И какую работу надо провести Министерству образования республики. Подробно у Дмитрия Аринина. Как сегодня сообщили в госсовете, все это время с 26 октября, как впервые в парламенте подняли тему татарского языка и дважды переносили решение по этому вопросу, специалисты республики и федерального министерства образования непрерывно работали над документом, где было бы прописано, как должен преподаваться татарский язык. Как сообщил парламентарий Фарид Мухамедшин, такой документ в республике наконец-то получен. 28 ноября в ответ на обращение президента республики Миниханова Рустема Нургалеевича получено письмо министра образования и науки Российской Федерации Ольге Юрьевне Васильевой, которым направлены в наш адрес примерные учебные планы. В целом необходимо отметить, что проведена большая работа. Найдено общее понимание с коллегами из федерального министерства. Основным итогом проведения консультации стало то, что татарский язык, как государственный язык республики Татарстан, в рамках учебных планов в школах будет изучаться. И сегодня же депутаты выслушали прокурора Татарстана об итогах проверок, что прошли в школах республики в начале осени. По словам Элдуса Навикова, прокурора нашли около 4000 нарушений. Сейчас почти все они уже устранены. Далее работа будет выстроена согласно новым планам. Министерство образования Российской Федерации с учетом предложений руководства Татарстана разработало варианты учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик по всей территории страны. Добровольно, на основе письменного согласия родителей, законных представителей и учащихся, в пределах до двух часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. Как предостерег Элдус Навиков, незаконные действия и высказания экстремистского характера на этой почве недопустимы. Процесс приведения преподавания языков в нормативное состояние сопровождался в республике отдельными эмоциональными оценками происходящих событий, в средствах массовой информации, в социальных сетях и на иных площадках. Должен предостеречь горячие головы от незаконных действий и высказываний экстремистского характера. Они будут решительно и жестко пресечены, с чьей бы страны ни исходили. Подытоживая, Фарид Мухаммедшин сообщил, что информацию нужно принять к сведению, и дискуссии по этому поводу устраивать не стоит. Дискуссии в обществе создают напряжение в отношениях в учительской среде, в семье, даже среди, как говорится, и детей. Поэтому, уважаемые коллеги, нашу предложение прения не открывать. Уже в кулуарах участники заседания сошлись во мнении, что это решение их устраивает не в полной мере, но этот компромисс важен, и в будущем можно вернуться к этому вопросу. Политика есть искусство возможного. Вот сегодня искусство возможного это до двух часов изучения татарского языка в школах. Компромисс, татарный компромисс. Главное, что в расписании школ вернулся предмет татарский язык. Я никогда ничем не доволен. Ни один вопрос до конца никогда не решается, или изменяется, или форма другой принимается. На сегодняшний день это оптимальное решение. Мы будем собираться обсуждать, как идти вперед, шаг за шагом вперед, чтобы решение этого вопроса. Если только мы говорим о том, что мы сейчас получили только примерную программу и на этом успокоить, это неправильно было бы. И как сказал Ментимир Шамеев, главное, чтобы татарский язык стал привлекательным. Сейчас же Министерство образования республики поручено воплотить в дело текущей договоренности о преподавании государственных языков республики. Дмитрий Аринин, Андрес Натальцев, ТНВ, Казань. Позиция федерального центра была озвучена и принята. В школах остается два часа татарского языка на добровольной основе. Мы провели короткий блиц-опрос среди казанцев. Хотят ли они на добровольной основе изучать татарский? И считают ли они такой выбор важной мотивацией для сохранения традиционных добрососедских отношений? Примете ли вы решение добровольно изучать татарский язык? Да, приму. Не знаю, надо подумать еще. Ну, возможно, что, да. Если будут учить именно разговорному татарскому, чтобы он смог общаться, вот, как бы с своими сверстниками, то да. Добровольно, да, в принципе, можно. Смотря сколько часов будет добровольно. Я не против, если дети будут изучать татарский язык именно вот так, как вот в разговорной части. Да, приму. Потому что у меня смешанный брак. У меня ребенку нравится. Я как бы ориентируюсь на то, что нравится моему ребенку. Считается ли вы такой выбор важной мотивацией для сохранения добрососедских отношений? Конечно, мы, в принципе, живем в татарстане, поэтому неплохо знать детям татарский язык. Никто и не ругался. Мы не ругались соседи татары, друзья татары. Конечно, конечно, а как нет? Потому что, ну, у нас же республика, здесь у нас и татары, и русские живут. То есть, в любом случае, компромисс какой-то можно будет найти. Если кто-то, предположим, не будет изучать татарский язык, если я не считаю, что это как-то испортит добрососедских отношений. Я даже, скорее, не связываю это между хорошими отношениями, между русскими татарами, а скорее потому, что я считаю, что мой ребенок, живя в татарстане, должен знать татарский язык. Язык до суда довел. Директор школы «Солнце» и представителя прокуратуры встретились сегодня в Вахитовском суде. Павел Шмаков считает, что предписание, которое выписала ему прокуратура, о нарушении учебных планов, безосновательно, так как фактически эти учебные планы у него никто не запрашивал. Пролить свет на запутанную ситуацию попыталась Елена Зинатулина. Выявленной проверкой и нарушений, проверки не было. О нарушениях в школе прокуратура сообщила представлением от 2 октября и попросила директора предоставить учебные планы и расписание. Но он уверяет, никакой проверки не было. Этот факт решил оспорить в суде. Черным по белому, прямо напечатано, что они смотрели наши учебные планы. Наши учебные планы они не смотрели. В суде сегодня и родители школьников, и сами старшеклассники. Зал тесный, кто-то терпеливо ждет в коридоре. Мы хотим показать, что наш директор не один. Не от себя, не от коллектива, а от всех. Причина повышенного внимания к учебным планам – татарский язык. После проверки прокуратуры, которой, по словам директора, не было, учебные планы здесь не привели в соответствие с ФГОС. Павел Шмаков считает кардинально все менять посреди учебного года неэтично по отношению к учителям. В ходе процесса прояснилось, почему задокументированные проверки в школе не наблюдали. Это ошибка в терминах. Это, по целому, не с ним по итогам проверки? Нет, по итогам анализа сайта. Но директор уверяет, на сайте школы учебные планы никогда не публиковались. А предоставить снимков с экрана вторая сторона сегодня не смогла. В прокуратуре отмечают требовать информацию с бюджетного учреждения их полное право. Я свою задачу выполняла в соответствии со своим решением о проведении проверки. Решение у меня было в соответствии с законодательством. На чьей стороне закон сегодня не решили. Несмотря на это, директора группы поддержки встретила аплодисментами. Следующее заседание 6 декабря. Лена Зинатульна, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. К лету будущего года в Казани будет пахнуть только цветами. Проблемы с запахом, который идет из очистных сооружений, пообещали решить. Мэр города сегодня проверил водоканал. Сейчас здесь идет монтаж защитных холпаков для очистки воздуха. Весь процесс имеет три основные стадии. И в результате в Волгу возвращается чистая вода. Этот запах стоит, к сожалению, не только в очистных, не только жителей Победилова, Приволжского района, Борисского это ощущает. Но уже доходит до центра. Но вот, слава богу, мы теперь уже говорим не о какой-то перспективе, а о том, что решено, найдено решение, и осталось в оставшиеся полгода качественно завершить строительные работы и забыть навсегда о запахе очистных сооружений. А вот в пригородных поселках Ореховка розами не запахнет. Здесь озеро безымянное, осталось без рыбы. А четыре населенных пункта лишились очистного сооружения. Их от канализации отключили судебные приставы по решению суда. Экологи подтверждают, были даже сбросы неочищенных стоков, что вкупе привело к вымиранию всего живого на соседнем озере. Альбина Менебаева узнала, где экологические нормы трещат по швам. Вы же чувствуете, какой запах? Вот вообще здесь должны быть стоки нормы, чтобы можно было развозить рыбу. Ни рыбы, ни чистого озера. Возле безымянного экологическая катастрофа. Все стоки из пяти коттеджных поселков стекались в водоем. Ведь они же ни одного дома не обрабатывают. Все льется прямой трубой туда. Вот эти биологические очистные сооружения работают без разрешения. У них нет разрешения на право пользования природными ресурсами. Они не имеют права вообще работать. Но при этом сооружение работало только неисправно. Экологи зафиксировали сброс сточных вод. Но даже очищенные были далеки от нормативов. Также были отобраны пробы, получается, сточных вод прошедших очистку. Но было выявлено превышение загрязняющих веществ. То есть очистные сооружения не справлялись. Покупали дома. Центральное водоснабжение, водоотведение. Территорию застраивала компания «Унистрой». Они утверждают, очистные были полностью готовы. Они прошли госэкспертизу. Вот если это перекроют, то получается 700 домов. Вот мы в такой экологической катастрофе. Как будут уходить стоки из пяти поселков, сейчас так и не решено не бы продолжать стекаться в это очистное сооружение, в аварийный резервуар. Правда, теперь уже за экологическую обстановку ответственен исполком Зеленодольска. Если будет перелив продолжаться, то это как раз-таки административная уголовная ответственность. То есть хозяйствующие субъекты предупреждены об этом. На бывшего директора управляющей компанией «Ореховка» возбуждено уголовное дело. Но даже нынешний хозяин очистных сооружений сегодня не появился. Перекрыть трубу должны были еще в августе. Да, мы хотели определиться, туда качают она, и туда качают она, и туда качают. Почти что проходит три месяца, никаких реальных действий по исполнению решения суда он не предпринял. Сейчас в кабинете министров создана рабочая группа по восстановлению безымянного. Только один сброс неочищенных стоков оценили почти в 8 миллионов рублей. Альбина Винебаева, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольский район. Документы на руках, но пользоваться землей больше не могут. Жители села Ленина-Кокушкина Пестричинского района судятся с исполкомом. Выделенную еще в 90-х годах землю без ведома собственников в 2012-м перевели в категорию сельхозназначения. Теперь доказывать свое право на участке сельчанам приходится через суд. Анна Городного разбиралась в споре. Больше 20 лет сельчане удобряли эту землю. Сажали здесь картофель. Земля плодородная. С 15 соток порой собирали по 50 мешков картошки. Но последние несколько лет угодья пустуют. Земля стала предметом судебного разбирательства. Государственный акад. В 93-м году работникам местного училища бесплатно выдали землю в бессрочное пользование. Документы на руках с печатями и границами участков. Каждому по 15 соток. Позже сельчане стали замечать, на их собственность кто-то имеет свои планы. Начали его пахать, нас выживать и посеять. А зимы я и грозили. Мы чужого не спрашиваем. Нам надо свои 15 соток есть. Пусть нам вот эти земли дадут. Владельцы земель, как по расписанию, почти 5 лет теперь встречаются в судах. Когда участки хотели размежевать, выяснилось, что гектары имеют статус сельхозназначения. И постановлением исполкома переданы лицею. А значит, использоваться для личного хозяйства больше не могут. Когда межевался земельный участок, земельные участки истцами, по всей видимости, не использовались. И не было необходимости согласовывать. Почему у нас на стороне стоит? И ты получаешь так, у меня жена есть, взял садов, другому же платал. К делу сегодня приобщили налоговые квитанции. Ведь пока идут разбирательства, сельчане исправно платят земельный налог. А значит, участки за ними закреплены. Ставить точку в этом деле еще рано. Заседание вновь перенесли на начало декабря, чтобы детально изучить все документы. Анна Городнова, Рамзи Гарипов, ТНВ, Пестричинский район. Инфляция в коррупции. За год в Татарстане средний размер взятки вырос в два раза. Со 120 рублей, с 1000 рублей до 270. Всего в этом году зафиксировано 500 таких фактов. Ущерб 770 миллионов рублей. В прошлом году Татарстан занял вторую строчку в антикоррупционном рейтинге, уступив только Москве. Причем сферы, где вопросы привыкли решать взяткой, разнообразные. Чаще это происходит с недвижимым имуществом. Следом в рейтинге идут преступления в сферах образования, строительства, ЖКХ и здравоохранения. Оформление инвалидности. То есть гражданин и так имел право на получение инвалидности, однако ему создавали искусственные препятствия в получении этого законного права и указывали на необходимость передать денежные вознаграждения за ускорение данного процесса. Депутаты Госсовета сегодня во втором чтении утвердили бюджет республики на следующий год. Документ приняли с учетом более 200 поправок. Они связаны с дополнительными средствами, в том числе из федерального центра и изменениями в налоговом законе. В целом, как и ранее, казна социально ориентирована. Так, доходы составят 202 миллиарда рублей, расходы 205 миллиардов. Цифровая платформа, скоростные поезда, комфортные условия для пассажиров. Это будущее железнодорожного транспорта в России. Сегодня в Москве большой съезд железнодорожников. К ним обратился Владимир Путин, назвав отрасль одной из стратегически важных. Какие задачи ставит РЖД и какие проекты станут передовыми в нашем эксклюзивном материале из Москвы. От Ниаза Рахмана. Третий съезд РЖД идет в юбилейный для российских железных дорог в год. За 180 лет обновились поезда, появились новые линии, вокзалы поменяли внешний вид. Только за 7 лет сумма инвестиций превысила 2,5 триллиона рублей. И, как отметил президент России, сегодня железные дороги и будущие страны. Наша задача постоянно развивать и укреплять транспортную систему в России. Ее важнейшую составляющую – железнодорожный комплекс. РЖД входит в число мировых лидеров по таким показателям, как объем перевозок, энергоэффективность, экологичность, транспортное обеспечение международных мероприятий остается на высоком уровне, в том числе и спортивных. Важнейшие международные мероприятия, которые принимала наша страна, прошли на самом высоком уровне. Это саммит ОТЭС во Владивостоке, Всемирная универсиада в Казани. Вот и СИЕС – это главная дискуссионная площадка, ведь именно раз в 6 лет рассматривают важнейшие направления развития железной дороги вплоть до 2050 года. Есть возможность, вот просто в разговоре, даже какие-то вещи порешать. Поэтому она крайне полезна, крайне нужна. СИЕС для того, чтобы выработать перспективы на дальнейшее развитие железнодорожной отрасли, в частности ОРЖД. За последний год выросли грузовые перевозки на 17%. Реализуются международные проекты в таких странах, как Куба, Сербия, Индия, Иран и Монголия. Строительство железнодорожной инфраструктуры является основой для обеспечения транспортного обслуживания новых экономических районов, снятия ограничений пропускных способностей, расширение транзитного потенциала. Для Татарстана, конечно же, важно это строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Здесь, на третьем съезде, об этом не раз говорили, и даже для участников представлен вот такой проект этой магистрали. Как мы видим, здесь расписана вся карта, вся эффективность экономическая данного проекта. Сам проект должен уже запуститься в 2024 году. Съезд сегодня решил, будут реализовывать крупнейшие проекты в стране. Это и развитие цифровой инфраструктуры, строительство высокоскоростных магистралей. Сюда же входит и ВСМ «Москва-Казань». Впрочем, Владимир Путин сегодня не включил строительство ВСМ «Москва-Казань» в сервичах наиболее важных направлений работы РЖД на ближайшие годы. Отметив, что сейчас важнее реализовать развитие инфраструктуры на подходах к морским портам. Меня зовут Рахман Данил Филатов, ТНВ, Москва. Налоговые льготы предложил британскому бизнесу Рустам Мениханов. Об этом он заявил сегодня на открытии третьего российско-британского форума. В этом году встречи проходят под девизом «Объединяя потенциал роста». Так что же может объединить страны в нашем репортаже? Лондон встречает российскую делегацию не характерными ноябрьскими дождями и туманом, а ясной погодой. Российско-британский бизнес-форум в этом году проходит на площадке конференц-центра имени королевы Елизаветы II. А встречу открывает сам двоюродный брат королевы. Приятно видеть, что торговля, инвестиции и в целом бизнес-отношения между двумя странами растут. Есть большой потенциал, чтобы работать сообща. Татарстан и Британия уже связывают торговые отношения. Республика поставляет нефть и нефтепродукты, пластмассы, каучук, резиновые изделия. Из Британии идет оборудование и технологии, ряд промышленных товаров. Рустам Мениханов отметил, что Республика заинтересована в том, чтобы британские компании в качестве стартовой площадки выбирали Татарстан. У нас есть готовые инфраструктурные площадки, особая зона Алабуга и в области высоких технологий это Иннополис. Крупные промышленные площадки Химград, Кипмастер. В любом случае мы готовы предоставить инфраструктурные подкрепления и хорошие налоговые возможности. Несмотря на то, что объемы товара оборота снижались, сейчас есть все возможности для расширения сотрудничества. На полях российско-британского форума прошла встреча с компанией «Бэринг Восток» и состоялась подписание меморандума о намерениях между англо-шведской фармацевтической компанией и агентством инвестиционного развития Татарстана. Ответный визит британской делегации запланирован на лето следующего года. Анна Городнова, Марат Хусаинов, ТНВ, Лондон. Кто ответит за недострой и выслушает жалобы дольщиков? Сегодня в Минстрое разложили по полочкам, какие полномочия и вопросы с долгостроями отданы на муниципальный уровень, какие у республики. Сейчас проблемными считаются 35 домов и полностью закрытый вопрос с квартирами планируют к 2020 году. Ждали очень долго. Я 12 лет, а активное строительство этого дома началось в 2014 году. Алина Гатаулина знает, что значит ждать жилья, как из печки пирога. Она заезжает в квартиру в доме, который строили на ее деньги и деньги соседей. Их дом один из первых в республике, построенный по программе долевого строительства. Когда стройка только начиналась, жители уже знали, что дом будет заметно отличаться от остальных. Во-первых, необычной планировкой. Во-вторых, необычным внешним видом по-хорошему броско. Дом выглядит даже сегодня. А так выглядит похожий, но до сих пор пустующий дом. Объект долевого строительства уже начинает осыпаться, не дождавшись завершения стройки. И сегодня таких долгостроев в республике остается 35. В отчаянии дольщики пишут жалобы в Минстрой, только их вопросы уже давно законодательно переданы на уровень городов-районов. Сочли разумным, что полномочия сферы долевого строительства также должны быть переданы нашим муниципалитетам. Закон, регламентирующий права и обязанности дольщиков министерства и муниципалитетов, вышел 10 лет назад. По нему государство ищет инвесторов, выделяет деньги и землю. Дальше домами занимаются районы. Для поддержки создан и специальный фонд. Меры поддержки должны сработать на то завершение строительства длинных обедов, правильных, которые на сегодня к строению Татарстана имеются. Эти дома будут построены уже к концу года в большинстве своем высотке жилых комплексов в Казани и один дом в Бавлах. Так, к январю в Татарстане останется 31 проблемный долгострой и по планам ни одного уже к 2020 году. Рамиль Шайдулин, Решат Мухаммедов, ТНВ, Казань. В Татарстане на следующий год объем финансирования программ капремонта сохранится. Уже сейчас министерство строительства готовит список объектов на следующий год. В республике завершены основные работы, пока продолжается капремонт в 70 поликлиниках. Обосновано это тем, что проект по медучреждениям стал реализовываться не с начала года, а только летом. Но в Минстрое уверили, что все идет по плану и к концу декабря все работы закончатся. Работы завершаются и в двух сельских клубах. По ремонту сельских клубов незавершены два объекта в Ознакаевском Сабинском районе. Там объективные причины, подрядчик работал на других объектах. И это в плановые порядки ведутся работы. В середине декабря они будут завершены. Сегодня в Казани завершился региональный этап WorldSkills Russia. Три дня 800 молодых профессионалов соревновались в 91 компетенции за право выступать в национальном туре. Те, кто прошел школу в Абудабе, учат молодых не только о зампрофессии, но и психологической и физической выносливости. Подготовку к российскому этапу и грани ювелирного мастерства оценила вместе с экспертами Алина Бережная. Пилят, стачивают и паяют. Всеми лучших студентов Татарстана превращают железную пластину в каркас для будущего ювелирного изделия. Среди молодых мастеров Даниль Залаев, ювелир по зову души. Ценит в этой профессии творческое начало. Готовился долго, но волнение все равно есть. Каждый день оставаясь после уроков, все для того, чтобы показать свои способности на этих соревнованиях. Все соперники очень сильны, достойны конкуренции, но все-таки я уверен в своих силах. Вчера сам был участником, а сегодня привыкает к роли эксперта. Золотой медалист мирового чемпионата WorldSkills в Абудабе, москвич Никита Степин приехал в Казань на региональный чемпионат. Вспоминает, как готовился и отмечает, чтобы выиграть, нужно преодолеть психологические барьеры. Считаю, что для этого нужно больше участников выставлять на публику именно в процессе тренировки, когда они тренируются к чемпионату. И вот это единственный выход из ситуации, чтобы подготовить морального участника к чемпионату грамотно. Не менее сложно и физически. По 12, а порой и 15 часов работы, стоя на ногах каждый день на соревнованиях. Устает, конечно, спина. Когда устает спина, усталость идет в голову между перерывами. Ходил, играл в баскетбол, делал какие-то физические нагрузки, отжимался. Шлифовка, огранка, полировка на все порядка 22 часов. Изготовление ювелирного камня, одно неловкое движение и изделие испорчено. Украшения рождаются в полной тишине. Еще вчерашний кусок фианита буквально на глазах превращается в ограненный кристалл. Самый такой невероятный момент, это когда смотришь на готовые изделия, понимаешь, что ты вложил туда все свое умение, все, что ты умеешь. На соревнованиях важно все, от профессиональных знаний до физической подготовки. Об этом говорит еще один эксперт Светлана Попкова. На сегодняшний день мы видим, что ребята все стараются, они все готовились и они любят то, что они делают. Победители регионального этапа WorldSkills отправятся на Сахалин, где в следующем году представят республику на российском уровне. Алина Бережная, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Иннополис вновь оказался впереди планеты, все здесь живут, опережая время. В городе будущего уже зима. На фото и соцсетей покрытые инеем ветки деревьев заледенелый стадион. Не достает разве что Деда Мороза и новогоднего стола. Срочные новости в Иннополисе. Снег, он реально есть, хоть его и немного, но короче, прикольно. С нетерпением ждем, когда его выпадет еще больше, чтобы прямо зажечь. Ждать ли снега в Казани узнаем из прогноза погоды, а я прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. В мебельграде большая распродажа. Скидки на 100% мебели. В магазинах низких цен Победа. Республики Татарстан. Тушка цыпленка охлажденная. 87 рублей за килограмм. Майонез Прованса Алириаба. 65 рублей. С 30 ноября по 6 декабря. В магазинах низких цен Победа. Деревенское мясо птицы и субпродукты Васинова Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Обязательно должна дойти до читателя. Аргументы и факты. Достоверно о главном. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. На Казанской ярмарке с 30 ноября по 1 декабря выставка и конгресс «Чистая вода». Перспективные технологии производства воды, очистки стоков, экологическая безопасность, охрана водных ресурсов. Салон кожей меха «Мехополис». Широкий размерный ряд, беспроцентная рассрочка, приятные подарки. Шубы, дубленки и пухвики для мужчин и женщин. Стильные версии для молодежи. С 20 по 26 ноября черные недели. Скидки до 70%. XL, третий этаж. С 1 по 3 декабря. Спортивный комплекс «Маяк». Сборная России по тяжелой атлетике и зарубежные спортсмены встретятся на всероссийском турнире памяти Александра Курынова. Приходи поддержать наших спортсменов. Если боль за грудиной не проходит в течение пяти минут покоя, звоните 03 или 112. Это может быть инфаркт миокарда. Сохраните свою жизнь. Минздрав Республики Татарстан. Продолжение следует... Время новостей о погоде на ТНВ. Здравствуйте! Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка и установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль «ДМ мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань. Восстание 23. Телефон 2-167-166. Ну что же, теперь поговорим о погоде. В предстоящие сутки в Татарстане сохранится умеренно морозная погода. Ночные температуры понизятся. Повсеместно ожидаются осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно. Местами пройдет снег. Температура воздуха днем составит до 4 градусов мороза. На северо-востоке Татарстана ожидается небольшой снег. Температура воздуха там составит до 3 градусов ниже 0. На севере республики будет облачно со снегом и до минус 4 градусов днем. На северо-западе Татарстана тоже ожидаются осадки в виде снега. Там температура воздуха составит минус 3 градуса. На юго-западе республики переменная облачность снег и до 3 градусов ниже 0. В центральном районе республики ожидается облачная погода, местами пройдет снег, температура воздуха составит минус 2 градуса. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор выпуска ОАО Марбиофарм. Гриппофлю. Не дайте простуде гриппу испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. В предстоящие сутки в Казани ожидается снег. Температура воздуха днем составит до 2 градусов мороза. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.